Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Марат Хаэрдинов, врач-барт, автор стихов и песен. Итак, слово Марату Хаэрдинову. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я Марат Хаэрдинов. Кому-то, может быть, это имя что-то говорит, может быть, совсем неизвестно. Я очень давний участник авторской песни. Даже получилось так, что стал почетным членом клуба авторской песни. По профессии я врач, продолжаю этим заниматься. Очень приятно быть, конечно, приглашенным в литературную гостиную, тем более, что я никогда себя не считал особым литератором или поэтом. Просто сложилось так, что многие явления нашей жизни и человеческие наши переживания как-то отображались в некоторых рифмах, ритмах. Перекладывалось эту музыку и писалось. И сегодня я хочу познакомить вас именно со своим творчеством. Все, что сегодня будет представлено, это очень разные периоды жизни, но я не буду говорить, какие. Разные, с юности и по сегодняшний день. А все песни будут написаны на мои стихи, соответственно, с моей музыкой, либо с музыкой, так называемой, традиционной. Так сказать, без особых претензий на композиторское авторство. Итак, здравствуйте. Когда-то еще в юности эта мысль пришла. Получил стар, что я в армии побывал в качестве, так сказать, подарка в Ясной Поляне. Наблюдал усадьбу Ивана Николаевича Толстого. А произведение «Война и мир» это у меня с детства, любимое произведение в жизни, несколько раз перечитывал. Очень трудное, но очень важное для меня произведение было. И получилось так, что в Ясной Поляне я был несколько раз во все сезоны. И вот как-то вот мысль пошла и вот пришло вот к такому. «Война и мир». «Война и мир» – извечная проблема. Бог создал новый мир. «Есть место для войны». И вспоминается. Изгнание из Эдема, обида, злость. Не избежать беды. А если заглянуть перед начертанием, В гиене огненной гореть нам суждено. Каков итог? Волна самосознания разделит на чужого, своего. Но вот такой вопрос меня тревожит. Неужто суждено так жизнь прожить, Что вера, речь, цвет глаз, оттенки кожи Укажут нам, с кем жить, кого убить. И на всеобщее, быть может, удивление, Ответ не видится весьма простым. Коль мира нет в душе, Конечно же, в забвении мир общества, В котором жить хотим. Я верю в то, что мира суть, гармония. Гармония сердец, ума и дел. Пусть каждая душа есть автономия, Но есть тела. Быть вместе их у дел. И видится не столь проблематичным Вопрос из вечной мира и войны, Когда поймешь, что ты лишь гармоничный Сын воздуха, огня, земли, воды. Где земля становится небом, Где сливается небо с землею, Ожидает далекое небы, До поры пребывая в покое, Выбрав путь свой далекой весною, Устремляясь в ту точку пространства, Где сливается небо с землею, Я пишу дневники своих странствий, Где сливается небо с землею, Я пишу дневники своих странствий, И в архивный журнал даты плоской, И не пафосным слогом натужным, Мелким почерком, рифмой неброской, Льются строчки мне в сердце и душу, Откровенье дороги неблизкой, Радость встреча, расставанье и печали, В сокровенных листах летописных Свой кусочек тепла получали, И оттуда, где сердце хранится, Если станет душе слишком тесно, На простор вырываются птицы, Сказка, стих, баллады или песня, Сколько пройдена даже картина, По полоске от края до края, Все ищу, где ж сплелись воедино, И небесная твердь, и земная, Все ищу, где ж сплелись воедино, И небесная твердь, и земная, В ЗАГСе метрики точно проставят, Вот начало, а вот окончание, Да ты черточка объединяет, Но сомнение гложет сознание, Нет, не все в этом мире так просто, Жизнь и то, что зовется мечтою, Прибывает извечно в полоске, Между небом и грешной землею, Все сохраняется в этой полоске, Между небом и нашей землею. После этой песни, Которая будет исполнена сейчас, Песня называется «Расскажи», Мой товарищ в студенческие годы, Мой первый слушатель всех моих сочинений, Сказал, да, у тебя начался новый этап. Раньше, говорит, ты разговаривал с людьми, А теперь, говорит, ты разговариваешь с Богом. Наверное, так и было. Какие-то другие осознания стали приходить в тот момент, Потому что я как врач вам правду говорю, То есть студент-медик весьма циничен, Потому что сама практика показывает необходимость Заниматься такими вещами, Которые не очень дают возможности порассуждать о душе, Потом становится все это по-другому, Позже, а вначале нет. Ну вот и получилось как-то вот такое размышлизм. Расскажи мне, расскажи, Что за этим чистым полем, Что за этим вот раздольем ожидает. Расскажи, расскажи и научи, Будто я здесь не невольник, Будто я прилежный школьник, Буду слушать, научи, научи, покажи. Расскажи, что за этой тонкой зыбкой, Едва видимой улыбкой, Или я, или миражи. И как лучший ученик, чтобы выглядеть прилично, Я отвечу на отличную мудростью, Из школьных книг расскажи, я не пойму. Нету сил во что-то верить, Только все хотим измерить, Не пойму я, почему. Расскажи мне, расскажи, Что за этим вот раздольем, Отчего так душу боль, Я услышу, ты скажи. Я услышу, ты скажи. Что самое интересное, у нас одна из моих, Не то чтобы наставниц, Но очень уважаемых новых людей, У нас была такая Валентина Миллер, Музыкант, педагог, преподаватель, Она услышала у меня, не в моем исполнении, В чужом исполнении две песни, Потом попросила как бы встретиться, Мы встретились, Они потом своим трио исполняли одну мою песню, Она послушала две песни, Одна из них вот эта была, И еще одну, которую сейчас я исполню. И после этого она сказала замечательную фразу, Которую я скажу после второй песни. Посту, Уходящий мой день По дожди Будет снова апрель И дожди Застучат к нам осенней порой И тогда Вдруг само Собой Все придет Все случится И щелкнут в замке ключи, На ресницах Дрожит слеза, Но молчи Этот день Только наш И он больше ничей Снова тень Тает пламя Свечей Уходя Дверь мою Закрывать Не спеши Что осталось Мечтать И Пиши Память Память Будет ли Стать Все страницы Назад Где Заброшенный Сад И Простой Пиши Уходящий мой день Подожди Подожди Уходящий Мой Свет Подожди Уходящий Мой И Послушав эти две песни Валентина Миллер сказала да видно что ты большой любитель рок-н-ролла конечно авторитет ее как человека знатока музыки и возвысся у меня до небес по этим двум песням понять что я на самом деле любитель рок-н-ролл и на самом деле это так эта музыка которая попала мне в меня не было 6 лет вот брату старшему который на 9 лет меня старше подарили пластиночку битлз я конечно все это вот услышал и но все как-то я туда погрузился это было очень давно вот на самой самой первой песни была которая попала самая первая такая это антонов нет тебя прекрасней для меня нет тебя прекрасней или поющие гитары а вторая уже была лэкаби вот все вот так вот это было 6 лет не был когда и после это было понятно что все буду играть на гитаре спрашивают учился ли я где-нибудь музыки честно говорю нет просто так получилось когда гитару подарила сестра мне почему-то родители все время хотели играл на пианино тоже дом был пианино а я пианино боялся на черное большое пришел музыкальный школу там зеленые стены и я туда не пошел вот а гитару подарила сестра когда мне был уже 14 лет и я буквально смысле вот в обнимку с этой гитарой вот постоянно как ты как-то вот очень хорошо это потом слава богу мне привело к ирика хапчику таулину вот и таким же ребятам как и я и как-то это было очень здорово и походы и песни и новая совершенно поэзия причем пласт такой поэзии который был совершенно не открыт для меня тогда потому что вот испытывали голод по хорошим песням потому что то что случало по радио они хорошие классные авторские смысле композиторские то есть продуманное все хорошо все претензий нет значит такого не было вот острия души и очень хотелось этих песен там какие-то рок-группы появлялись но тоже что-то пели нос на как это теперь депрессивная все было такое и когда вот первое что я выучил конечно это было так ужал целую пластинку двадцать две песни всех лучше вот потом дальше дальше и очень как бы все это развивалось и я понял что в авторской песни так много всего и не слишком выхолощенной поэзии и не слишком композиторской музыки как-то вот и все это ложилось и я тогда понял что настоящий вот тот автор который автор это тот который поет про меня вот он он не про себя поет а может и про себя поет но поют про меня и которую песню легко взять и спеть и меня такой был случай как раз на грушинском фестивале когда я уже там был в качестве член жюри и к нам костру значит мы работаем по детской юношеской площадке то есть не основной жюри а детской юношеской направлении игра подошла молодой человек я не помню откуда-то сибирь с томск солнце как будто оттуда и как а можно я спою свою песню ну давай пой и вот он поет вот этот вот уходящий день а она уже к тому моменту уже стал лурятской на грустном фестивале исполнение вот три у вали миллер там лену шаковой и же не тихо и он поет ее песню как свою и настолько это меня впечатлило а тут товарищ у меня сидит это же твой песен значит есть хоть один человек в этом мире в которого эта песня попала настолько что он даже не в состоянии признать том что это не его он поет ее как свое сочинение это как помните в золотом теленке остап бендер да там я помню чудное мгновение это стихи сочинил я помню чудное мгновение и тут ему говорит этот я как где-то уже это слышал да мне показал что сегодня это придумал вот то есть такой момент ну и конечно очень много товарищей например сергей кочетков сергей кочетков одно время мы просто жили в соседних домах мы общались прям очень плотно очень много и друг другу пели песни 8 по вечерам как-то вот вечера проводили вот и на тот момент да не на тот момент точно были весьма так равнодушны ко всяким алкоголическим товарищами таким вещам то есть мы просто сидели или чай кофе разговаривали и пили и вот из этого общение сергей кочетковым родилась вот такая вот песен здесь как бы слова мои музыка традиционно на столе дымный чай коль душа не пуста пальцы к струну она нараспашку мы на кухне сидим и поем просто так не под водку и не на шабашку прогремит далеке полуночный трамвай и сирена авто разрезвится а ты пой дорогой до чайку подливай пусть сегодня нам ночь не поспится проникает сквозь форточку космос ночной кухня где-то уже под небесе не секрет наша жизнь это двор проходной что останется дети до песни мишура бытия суматошностью дня под покров темноты ускользает я пою для тебя ты поешь для меня кто-то третий между нами летает будет утро и день массу важных хлопот переделав решим подытожим на душах почему-то трепетно ждет время то когда вырваться сможет старый кухоньки храм что ракета летим откровение раздумья признание другу дружки поем напролет ночь сидим ощущаем мы часть мироздания по каким бы дорогам судьба не вела в жизни всякое может случиться в сердце будет всегда тот кусочек тепла что на кухоньке старой хранится борода называется пусть борода называется пусть что ушло того не жаль но по-прежнему звенят трели в соловьиной рощи даль туманна ночь ясна словно осень и печаль завибрирует душа и застрянет комом в горле лишь мальчишечке каком встречу давнего себя то что раньше не ценил нынче за грудиной болью и храню и берегу и волнуюсь и любя в странен времени расклад жизни малые мгновенья для космических высот и вообще каких систем умудряет совместить от рождения к мовенью столько всяческих страстей хватит на тома поэм вот такой простой на вид лист осенний желтый палый породит в одном стихи те что знает и тунгус и его же матерясь дворник дед метлой усталый так в движении за окном груди придает огню а из зеркала с утра ежедневно шлют привет и шансы пролетевших дней что назад вернуть слабо изменяет время нам не раскаиваясь в этом покаяния наш удел но кому что суждено эхом зазвенит в груди за предельным флажолетом грусть печальненький мотив предрекая крайний путь в этом видно жизни суть и святая правда в этом никогда никем нигде ничего нельзя вернуть борода еще не муж седина еще не мудрость можно вовсе облысеть нацепить на нос очки мудрость казус только в сует так любима всеми глупость все проглотят в телемир обращенные зрачки и как прежде даль темна ночь туманно осень пьяна на патреле соловьев вырву нафиг седину разобью свои очки сбрею бороду и рано наутром по осенний рощ с песней молодым пойду ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла И в заключении такая песня, она так и называется «Финал». Финал, концертный финал имеется в виду. Мне кажется, что сейчас самое время как-то собраться с духом, понять вот свою значимость в этом мироздании. Вот мы все единое целое. Один человек как бы это очень мало, а когда много, то это много. Вот. И вот такая песня. Когда уже затихнет звук финала, Погаснет в зале свет, и все уйдут. И песню ту, что отзвучала, Забудут или запоют. Я вновь прижму свою гитару к сердцу, И струн ее коснусь едва-едва. В гармонии давно известных терций Добавлю новые слова. Милый друг, не грусти, Ожидают впереди новых песен, Звон и свет костров пути. Все печали в печь, Их не стоит нам беречь, Без разлук, ты знаешь, Не бывает встреч. Шагами и годами путь не меряй, Не замедляя дней летящих бег. Пройдем, любя, надеясь, веря, Отпущенный судьбою век. Но не разделят расстояния Теплом сердец наполненный эфир. И что такое расставанье, Когда наш дом, весь этот мир? Милый друг, не грусти, Ожидают впереди новых песен, Звон и свет костров пути. Все печали в печь, Нам не стоит их беречь, Без разлук, ты знаешь, Не бывает встреч. За горизонт опять мечта уводит, Береза к сицу и звезде полей. Но таинством сердец души мелодий Круг станет наш и шире, и теснее. Случится ж вдруг, душа в пути устала, И груз потерь к земле все ближе гнет. И не хватает сил начать сначала, Но кто-то рядом тихо запоет. Милый друг, не грусти, Ожидают впереди новых песен, Звон и свет костров пути. Все печали в печь, Нам не стоит их беречь, Без разлук, ты знаешь, Не бывает встреч. Без разлук, ты знаешь, Не бывает встреч. Премного благодарен всем участникам нашей встречи сегодняшней, Хозяям этого салона, Всем тем, кто здесь сегодня занимался, Тем, чтобы обеспечить эту передачу, Эту программу. Любви нам всем, Всем нам божественной любви, Столько, сколько мы способны ее принять и передать. И здраве, и здравомыслия. Всего всем доброго. Мы благодарим Марата Хаердинова За участие в нашей программе. Марат Сафович Известен многим любителям авторской песни Как почетный член Клуба самодельной песни, Как участник и член жюри Грушинского фестиваля. Мы рады, что сегодня у нас в гостях Побывал известный бард. В апрельском номере журнала «Симбирск» Читайте заметки О творческом вечере Марата Хаердинова. Итак, дорогие друзья, Мы завершаем нашу программу. Благодарим вас за внимание. Света вам, добра и радости!